На мою проповедь сегодня Воскресение или воскрешение? Воскресавание или воскресавание? Кто был воскрешен, а кто воскрес? Кто был воскресен, а кто воскреснул? Может вы замечали, что мы иногда не задумываемся над этими словами? Некогда не все замислим вверху этой думы Иисус воскрес Иисус воскреснул Христос был воскрешен Христос был воскресен Воскресение или воскресение? Воскресавание или воскресавание? Как вы думаете, есть между этими словами или этими понятиями разница? Дали мы разлика между этими понятиями? Ну, сегодня я буду вот это объяснять Конечно же есть Разберется чьим имам? Меня хорошо слышно Доброе ли мы, чего ты? Вы здесь с нами? Христос далеса с нас Если вы в это верите Что Христос воскрес Это основа нашей веры Потому что Писание, мы сегодня будем это разбирать Что говорит апостол Павел? Он говорит, если Христос не воскрес Ако Христос не воскресал То вера ваша тщетна Тогава верата ви е напрасна Понимаете, да? Разбирате ли? Вы напрасно Уверовали Напрасно сте повярвали тогава Ако не верите в то, что Христос воскрес Ако не верите в то, что Христос воскрес И чуть ниже апостол Павел пишет Малко подолу апостол Павел пишет Воскрес из мертвых То есть воскрес на от мертвите И вот мы немножко разведем Вот сегодня мосты И малко, что разведем мостоветы Тези понятия, да ги различаваны Я даже приведу три понятия Что кажу три понятия Я, например, работал в реанимации Работих в реанимации Это было отделение реанимации и анестезиологии А кто-нибудь знает, как переводится анестезия? Няко знали, как его означало анестезия? Как сопривежда? Кто-нибудь знает, как переводится имя Анастезия? Как сопривежда имя Анастезия? Это одно и то же понятие Только латинский и греческий язык Твой латинский и греческий язык Анастезия – это возвращение к жизни Твое возвращение к животу Но то ли это, что и воскресенье Но означало ли все, что только это воскресенье? Вот я работал в реанимации Работих в реанимации В еврейской бригаде Барандох В еврейской бригаде Это была лучшая бригада в нашем городе Я очень хорошо научился у них реанимировать И у тебя научился реанимирать Ну вы знаете, это совсем не то, что воскресенье Твоя не слышит только это воскресенье? Что мы делали? Как вы правили? У человека остановилось сердце Сорцетом у человека исправу Тогда что делает реанимация? Как вы правили реанимация? Мы вводим адреналин Не вываживаем адреналин И применяем какой прибор? И как опорит Дефибриллятор называется И используем дефибриллятор То есть бьем током Бьем за сток В надежде, что сердце запустится В надежде, что сердце запустится Вы знаете Мозг у человека живой Он не умер Может быть человек провалился в коматозном состоянии Но он все еще жив И наша задача Просто вернуть его Из этой комы Вот это реанимация Чем отличается реанимация От воскресенья? И с какого-то различала реанимация От воскресенья? Воскресенье Это значит Того означало Что человек был мертв Че человек Бил мертв И Бог его что сделал? И Бог как его направлен в него? Воскресил Той го и воскресил Ну так же, правильно? И вы знаете Вот в моей жизни было много реанимаций И мой живот И ему много реанимаций Я помог многим людям Помог нам много хора Вернуться к жизни На северном, как нормальный живот У меня получалось Получалось Иногда не получалось Тогда человек умирал Но я в своей жизни К сожалению Мы много раз молились В Казахстане За воскресенье из мертвых Кто-нибудь еще ходил в морг? Чтобы молиться за мертвых Знаете, мне тогда пришел один стих Я получил его в духе Когда учил И сам вдруг научился И извиняешь сам Когда освобождал Бежал от меня бес В служениях исцеления Исцелился В служениях воскрешения Служения на воскресаванной Аз воскресных Хороший стих, правда? Много хубав стих Очень поучительный Много добре поучава Я, например, понял Что Чтобы хорошо Научиться чему-то Я с разбрал За да се науча Добре на нещо Ну да Нужно это истинно преподать Трябва да го преподавам Тогда это намного быстрее доходит Мы седих ходили в морг Седих ходихме в морга Да се молим И я помню Едик тогда сказал Мы молились за мертвого человека Молихме се за мертвого человека Который упал с парапета Който упаднал от парапет И поломал себе шея И се изчупил шията И мы так сильно неиставо молились Что его жена ходила В нашу церковь И жената ему Ходище на церковь И человек попал в реанимацию Този человек Попадал в реанимацию И потом он умер Ему констатировали смерть И доктор лекарь доказала Че е мертв И перенесли его в морг И его сложиха в морга И вот у нас хватило веры И имахме Толково много вера Эди Супруга этого человека Супругата на този человек И я Мы пошли в морг И вы знаете Нас туда пустили Пузнах они там Я думаю что мы Были не первые Кто просил об этом Что многие люди Не хотят отпускать Своих близких Кто-то умер из наших Мы этого не хотим И не искам этого Два са наши близкие люди И мы готовы молиться И мы молились за этого человека Молихме се за този человек Я думаю что мы молились Наверное Эди Что-то около часа Но потом Эди получил И я потом Позже согласился Еди получил Че не трябва Вече да се молят И аз после Също се согласих Потому что получили откровение Получихме откровение Что молиться Больше не надо Че вече не трябва Да се молим Слишком Несъвместима С жизнью травм Тази травм Я проповеду Я проповедил об этом Несколько раз И скажу так Воскресение Это когда человек Это когда человек сам воскрес Человек сам воскрес А воскрешение А воскрес Когда человека Воскресил кто-то Ну к примеру Например Лазарь сам воскрес Его воскресил Иисус Христос Иисус Гой воскресил Лазарь пережил воскрешение Лазарь Приживал воскрес Когда Иисус Христос Был распят Когда Иисус Христос Был распят Писание говорит Евангелие Евангелие указывало О том что мертвые Стали из могил Мертвые И ходили по городу И започлены Доходят в город Вы знаете кто это может Только делать Кое можно править Я скажу вам простую истину Что века же истина Только Бог может Самый Бог Можда воскрес Мы люди на это Не способны Мы не можем Дать мертвые клетки Мы не можем Дать жизнь Вот смотрите Ученые сегодня Научились делать Абсолютно все Например японцы Могут абсолютно Воссоздать сегодня Орис Или пшеничное зерно И вы не сможете Отличить это От настоящего зерна Но что они не могут Ученые Они не могут В это зерно Вдохнуть Дыхание Жизнь Аминь или не аминь Или кто-то может Знает таких Ученых Которые оживляют Или некое Познавое учение Такое Оживявое Их просто не существует Только Бог Сам Бог Этим отличается Реанимация От воскресения Вот у вас Различала реанимация От воскресения Воскресение Это когда Христос Написано Он воскрес Пишет Христос И воскреснул В другом месте Написано Он воскрес Славу отца В третьем месте Написано Бог Отец Воскресил Его Вечная жизнь Третье место Правда? Третье место Но Лазарь Был воскрешен Почему Иисус Христос Воскрес? За что Иисус Христос Воскреснул? Потому что Он и Отец Одно Иисус Когда-то сказал Имею власть Отдать жизнь Иисус Христос Не указал Имам власть Да отдам живот Это написано В Евангелии От Иоанна А имею власть Не отдавать ее О чем вам Говорит вот это место? Это место Говорит о том Что Иисус Христос Ишо Машер Он свою жизнь Свою душу Отдал добровольно Никто не забирал У него ее насильно Никто не взял Животному насильно Он сам добровольно Пошел на Голготский крест Никто не надо обвинять Никто не требует Обвинять евреев То что они убили Руками язычников Иисус И Ишо пошел на крест Добровольно Но той Утешил сам На този крест И у пророка Исаия Написано Он на подвиг Души своей Помните это? 53 глава Он на подвиг Души своей Смотрел Как смотрел? Как глядал Вверху Този подвиг? С удовольствием С удовольствием Иисус рад Иисус и рад То есть рад был Под тому подвигу Который он совершил На този подвиг Кои-то и направил То есть он сознательно Шел на эту жертву То есть сознательно Утешил на този жертв Почему? За что? Задавайтесь чаще Такими вопросами Зачем вообще Иисус пришел На эту землю? За что Иисус Общей душил На тази земля? Он пришел Чтобы умереть Написано И спасти своих людей От их грехов Вообще меня это Очень сильно трогает И я прочту сегодня Одно место Которое написано Послание к римлянам Десята глава На проекторе Можете читать На болгарском языке С первого стиха Братья Желание моего сердца И молитва к Богу Об Израиле во спасение Еще раз послание к римлянам Десятая глава С первого стиха Ибо свидетельствую им То есть им Евреям Что имеют ревность по Боге Но не по рассуждению Ибо не разумея Праведности Божьей И усиливаясь Поставить собственную праведность Они не покорились Праведности Божьей Потому что Конец закона Христос Конец Закона Христос К праведности Всякого верующего Моисей пишет О праведности От закона Смотрите Что Моисей пишет О праведности От закона Моисеева За праведность На закон На Моисей Исполнивший Его человек Будет Жив им То есть Тот Кто исполнит Моисеев закон Будет жить Этим законом Будет этим Законом спасен А животворен Ще бъде Животворен Но Кто-нибудь Можете мне ответить Кто-нибудь Исполнил Закона Някой Дали Исполнил Вече Закона Не нашлось Ни одного Человека Или Нашелся Или Има Такъв Човек Ну Знаете Сам Иисус Христос Исполнил Сам Иисус Христос Исполнил Тот Закон Иисус Это Человек С большой Буквы Это Бог Пришедший Воплоти Он Пришел Для того Чтобы Усовершить Закон И Дать Новые Совершенные Заповеди Но Это Скорее Сего Исключение Потому что Иисус Ведет Нас В Новый Закон И Написано Дальше А Праведность От веры Так Говорит Смотрите Что Говорит Праведность От веры Не Говори В сердце Твоем Кто Взойдет На небо То есть Христа Свести Давайте Я немножко Это Поясню Кто Может И Сегодня Сказать Да Кто Может Вообще Взойти На небо Туда И Этим Самым Он Не Изводит Иисус Христа Он Не Верит Что Иисус Христос Туда Возвести Никто Может Дальше Не Говори То есть Христа Свести Или Кто Сойдет В Бездну То есть Христа Из Мертвых Возвести Кто Ему Сегодня Скажет И так Говорят Люди И так Говорят Да Никто Еще Оттуда Не Возвращался Многие люди Куда Ушли Но Никто Оттуда Не Вернулся Но Знать Соответствует Ли Это Правда Мы Сегодня Можем Читать Литературу Знаменитого Автора Моводи Где Десятки Тысяч Людей Свидетельствуют Что Они Умерли И Пошли Кто Пошел В рай А Кто Пошел В самый Ад И Буквально Находясь У Врат Смерти У Врат Ада Кто Взял Его И Вернул Назад Читали Такие Свидетельства Десятки Тысяч Можете В Ютубе Найти Намерите И Кто Сегодня До сих пор Говорит Да Кто Вообще Туда Уходил И Кто Оттуда Вернул А Иисус Был В бездне Проверяю Ваше Знание Писание Иисус Христос Нисходил Самой Бездне Псалмопевец Давид Восклицает Пророчество Об Ишуя Маширах Пророчество Иисус Давид Восклицав Боже Ты не оставишь Души Моей В Аде То есть Иисус Христос Он дошел До самого Ада Иисус Христос Стигнал До Сами Ад И что Он там Сделал Он там Победил Дьявол Он победил Смерть И теперь Ключи Ада И смерти В его руке Всегда Ключи На Ада Сава В Неговите Рецепт И он дал Эти ключи Своей церкви И церковь И церковь И церковь То есть Что говорит Праведность По вере Давайте мы прочтем Наконец И что говорит Писание С 8 стиха Близко к тебе Слово В устах твоих И в сердце твоих То есть Слово веры Которое проповедуем Ибо если Устами твоими Будешь исповедовать Иисуса Господом То есть Иисус Мой Господь Иисус Мой Господь Начальник Он Мой Господин Он Мой Царь Он Мой Царь Он Мой Царь Исцелит Это раз И сердцем твоим Веровать Что Бог Воскресил Его Из мертвых То что Сделаешь То Спасешь Потому что Сердцем веруют Праведности А устами Исповедуют Ко спасению И в описании Говорит Всякий верующий В Него Не постыдится Здесь нет Различия Между Иудеем И Ильином Потому что Один Господь У всех Богатый Для всех Призывающих Его Ибо всякий Кто призовет Имя Господне Спасет Слава нашему Господу И вы знаете Мы сегодня Верующие Которые верят Что мы можем Быть спасены Потому что К сожалению Есть вероисповедание Которое учит Мы Не можем Быть уверены В своем спасении Кто может быть Уверен В своем спасении Вы знаете Писание Говорит Обратные вещи Она говорит О том Что если Ты исповедуешь Что Иисус Христос Мой Господь И что Иисус Христос Воскрес из мертвых То ты уже Спасен Вы в это верите Верите ли в това Если вы в это верите Вы спасены Понимаете Если вы в это не верите Ако не верите Библия Назвает эту веру Тщетной Библията Наричит Тази вера Тяна празна Вера Която няма сила Аллилуйя Давайте пойдем Немного дальше Что дедем Още напред Это очень важно И смотрите Сегодня я хочу Привести Одну такую грань Что Воскресение Воскресению Рознь О чем я сейчас говорю Смотрите Написано Что Иисус Христос Пишите Иисус Христос Первенец Из мертвых Давайте мы откроем Первое послание Коринфяна 15 глава И прочтем Очень важные стихи 15 глава С первого стиха Опять же Апостол Павел Напоминаю вам Братья Евангелие Которые благие слова вам Которые вы и приняли В котором и утвердились Которые вы спасаетесь Если преподанное Удерживаете так Как я благовествовал вам Если только не тщетно Увервы Ибо я первоначально Преподал вам Что и сам принял То есть Что Христос Умер за грехи наши По Писанию И что он погребен был Что и воскрес И третий день По Писанию И что явился Кифе Потом 12 Потом явился Больше Нежели 500 братьев Одно время Из которых Большая часть Даны не в живых А некоторые почили Потом явился Иакову Также всем апостолам А после всех Явился и мне Как некоему Извергу Ибо я наименьший Из апостолов И не достоин Называться апостолом Потому что гнал Церковь Божию Но благодатью Божией Есть то что есть И благодатью Во мне не было тщетно Смотрите С 12 стиха 12 стих Если же о Христе Проповедуши Что он воскрес Из мертвых То как некоторые Из вас говорят Что нет Воскресения мертвых Если нет Воскресения мертвых То и Христос Не воскрес А если Христос Не воскрес То и проповедь Наша тщетная Тщетная вера Наша Ваша Потом Мы оказались Были же Свидетелями О боге Потому что Свидетли С buy a бог Что он воскресил Христа Которого он Не воскрешал Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то вера ваша четна. Вы еще во грехах ваших. То есть, подключаем логику. Если мы не верим, что Иисус Христос воскрес, то мы еще в наших грехах. Но если мы верим, что Иисус Христос воскрес, то вот эта вера, она оправдывает нас. Праведный, как написано, веруй, жив будет. В этом наша праведность. Не через наши дела. Дальше. 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастье всех человеков. Конечно. Мы обольстились. Мы обманулись. Но Христос, и смотрите, апостол Павел утверждает, но Христос воскрес из мертвых. И написано, первенец из умерших. И смотрите внимательно. Я первый раз об этом проповедую. Это откровение. Я верю, что оно точно. Смотрите внимательно. Иисус Христос, первенец из мертвых. И как вы думаете, неужели никто до Христа не воскресал? Или более точно, не воскрешал? Не был воскрешен? Далее, не был воскрешен? Тот же Лазарь. Тот же Лазарь. Тот же Лазарь был воскрешен до смерти и до воскресения Иисуса Христа. Правильно? Мертвые, которые во время распятия встали из гробов и начали ходить. Они что сделали? Они воскресли. Конечно же, воскресли силой Божией. Но почему написано, что Иисус Христос первенец? За что пишут, что Иисус Христос – первенец? Как вы думаете? Не совсем точно, потому что, знаете почему? Потому что с Лазарем что потом произошло? Как вас случилось с Лазарем с лету? Лазарь воскрес? Лазарь воскреснул? Пожил какую-то жизнь прекрасную? Поживел и мало косты. И потом опять что? Умер? И с лету опаки починял? Или тоже был вознесен? Иисус Христос не говорит. И был вознесен? Если бы он вознесся так же, как Иисус Христос, апостолы обязательно бы написали нам об этом. А куазарь был вознесен как-то Иисус, апостолы-то из чеха-то напишут за това? Те мертвецы, которые воскресли и стали из могилы ходили, что они потом сделали? Мертвые хора, куда-то сестанали от могилы-то си? Они тоже потом умерли. А Христос что сделал? А Христос какое направил? Христос, вы знаете, это всего лишь была часть Божьего плана. Твоя была часть на Божий план? Потому что Христос, написано, умер за грехи наши. Воскрес для чего? Воскрес в наше оправдание. И был вознесен на небеса. И был посажен одесную на небесах у Бога. Аминь или аминь? И дана Ему вся власть. На небе и на земле. Эту власть он дал церкви своей. И та же власть, той дал и на церкви, то си. И смотрите, как написано интересно. Как пиши интересно. С 21 стиха. В 21 стихе. Это же главы. Слушайте, это глава. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как Адаме все умирают, грех вошел в нас через Адама. Мы уже рождаемся с какой? С Адамовой грешной природой. Вече с рождами с Адамовой грешной природой. Давид об этом воскресает. Во грехе родила меня мать моя. И Давид казала, во грехе майками меня родила. Я думаю, вы встречали людей в этом мире, которых кто-то... Да это святой праведный человек. Он такую жизнь святую живет. Даже несмотря на то, что он атеист. Даже он был коммунистом. Но это безгрешный человек. И при этом он не верит в Иисус Христа. А может ли это являться правдой? По Писанию нет. Потому что этот человек, если он не родился свыше, он имеет какую природу? Адамову природу. То има Адамова природа. Испорченную природу. Която и развалена. Пророки об этом говорят. Крайне испорчено сердце человеческое. Многое и развалено сердце на человека. Это говорится про всех людей. Нет праведного ни одного. Нема нито един праведен. Послание к Римлянам. Девятая глава. Все согрешили и лишены славы Божьей. Всички согрешили и лишение от славы на Бога. Писание говорит, что нет ни одного праведа. Но Бог послал Своего единородного Сына. Но Бог испратил Своего первородного Сына. Чтобы Он умер за наши грехи. За наши грехи. Воскрес наше оправдание. В наше оправдание. И был вознесен. И след това да буде вознесен. И вече свършвано. Давайте мы прочтем книга Откровение. Откровение. Первая глава. Първа глава. Это очень важно. Я думаю, вообще важно именно на Пасху говорить какие-то истины. Потому что кто-то может быть сегодня вот зашел на БХТВ. Мисля, че когато и Великден намного важно да говорим такива неща. Зато някой может быть сега гледат веливизията. Мисля, че сега и Великден. Ну, хотя бы раз в год послушаю что там говорят о Боге. Кто спасется, кто не спасется. Кое, что се спаси, кое няма, да се спаси. Я думаю, что церковь обязана доносить эти теологические истины. Они очень важны. И церковь трябва доказывать эти теологичные истины. Потому что это основа спасения. За что-то това е основата на спасение. И смотрите, как написано в книге Откровение. И в книгата на Откровение пише в первой главе. Четвертого стиха. Хорошо, что я читаю быстро, да? Добре, че читаю бързо. Потому что если бы я медленно читал, то, наверное, это бы затянулось. Ако бях чел бавно, ще ищи да е много дълго служения. Потому что я когда-то участвовал в скорочтении. Защото някога съм участвал в бързото отчетение на Библията. И напомню, что мы прочитали Библию за сколько дней? И ние прочитахме цяла Библия. Вот такие вот скорочтици, чтеци Библии, прочитали всю Библию от корки до корки, читали день и ночь, не спали. Мы прочитали Библию за три дня и три ночи. И среди нас были такие шедевры. Вот я, например, быстро читаю. Ну, были такие, это был один казах тоже с высшим образованием. И там был один казах со свешим образованием. Который, наверное, читал, наверное, раз в десять быстрее меня. То есть, пыти поберзу от меня. Нет, не обае. Ну, не важно. Я даже не помню, как его зовут. Ну, тоже пастор. Слышал, я был пастор. И просто, конечно, это было, значит, просто вот, как бы, феноменально даже слушать такого человека. И еще, необыкновенно, просто дослушаем и тоже человек, как читает. И удивительно то, что мы его понимали. И много соучудовало, чего разбирах мы. И давайте я еще раз прочту тоже. И что прочту? Можете? Книга Откровения, первая глава, с четвертого стиха. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асе, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, от семи духов, находящихся пред престолом его. От Иисус Христа, который есть свидетель, верный, первенец, извертых, опять же, повторяется, он первенец. Он первый, который был мертв, который был убит, и никто не сомневался, что он мертв. И на третий день он воскрес. И смерть не смогла его остановить. Первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившего нас и омывшего нас от грехов нашей кровью своей и соделавшего нас царями и священниками Богу и Отцу своему, славой державой во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные ей. Аминь. Я не буду сегодня открывать еще одно место, ну, скажу вам так, что оно написано в послании к Ефесянам. Вторая глава. Вторая глава. С пятого по десятый стих. Вот петь и десятый стих. Где доносится до нас мысль, что Бог во Христе Иисусе посадил нас на небесах. Вы знаете, я не хочу сегодня проповедь. проповедь какую-то вот такую заученную. Или которая бы просто доносила бы нас, что Иисус Христос воскрес. И просто не саму доказала Иисус Христос воскреснул. Мне бы сегодня очень бы хотелось благодатью Божией, конечно, донести до вас одну простую истину. Для чего воскрес Иисус Христос? И вы знаете, вот написано, как в Адаме мы все умерли, так в Адаме все оживем. Вы знаете, что Христос Он сделал для нас? Какого Христоса направил за нас? Когда люди были еще Адам и Ева в Едемском саду, они были посажены на невероятной высоте. Они были предназначены для вечной жизни. Они имели персональное общение с Богом. Они жили в идеальных условиях. Они уже жили в раю. Так или не так? И вы знаете, вот это достоинство, которое было на самой невероятной высоте, то есть Бог поставил человека выше всех ангелов. Выше всех херувимов. Выше всех архангелов. Выше всех воинств небесных. Выше всех серафимов. И что человек с этим сделал? И какво направил человек со ства? Он утерял. Той го и загубил два достоинства. Дьявол позавидовал. Дьявол започнал это завище. Какое-то творение. Некое творение. Бог поставил выше меня херувима осеняющего. Бог и сложил по высокой отмене. Дьявол был херувимом осеняющим. Дьявол был херувимом и у него было потрясающее знание. То имел потрясаващие знания. И с завистью он вкрался в доверие. И мы прекрасно знаем эту историю. Я хочу сказать просто простую мысль. Человек в водаме настолько сильно упал и настолько сильно сегодня деградировал что человек живущий в этом мире он даже вообще не думает о том, что входить в общение с Богом. Что это вообще возможно. И он живет просто как одно простое по-другому не скажешь и Библия тоже об этом говорится. Как просто животное. И то же человек живет както животное. Как свинья которая валяется в свои грязи. Както свиньете които лежат в мрсота. И пес возвращается на свое блевотение. И кучето се връща към своето без Бога. Своято повръщено. Мы люди без Бога. Ние хората без Бог. От животных вообще ничем не отличаемся. Но животные что-то не могут делать. Животники не могут доправить в общение с Богом. Или могут. Я не знаю таких животных. Правда? Я не знам такого животного. Ну, я сегодня хочу подвести основную мысль. Что мы получили благодаря воскрешению Иисуса Христа? И смотрите вот в послании к Ефесянам которые вы будете как домашнее задание читать там апостол Павел раскрывает одно таинство. Что благодаря тому что сделал Иисус Христос мы получили проход в Песах как переводится? Песах как запреждают? Вот сегодня у нас Пасха мы говорим Христос Пасха наша Евреи говорят Хак Песах Самех Само слово Песах переводится как переход проходить мимо потому что ангел-губитель прошел мимо домов и минал по край домовете когда поражал первенца в Египте а те косяки которые были помазаны кровью и тези как прообраз крови Иисуса Христа и враты които са били помазаны с кров ангел-губитель проходил мимо кто для нас Ишуа Маше он для нас сделал проход благодаря которому мы прошли сегодня через ад и смерть и вы знаете самое главное что мы должны уловить что через смерть через воскресение и вознесение Иисуса Христа Бог провел нас через рабство греха через рабство перед смертью во Христе Иисусе нас высадили на небесах и садили нас кем? царями и священниками Богу я уже почти закончил вам важно было то что вы сегодня услышали вы знаете мало узнать что Христос воскрес важно знать что я умер вместе с Ним для греха я вместе с Ним со воскрес и вместе с Ним я посажен на небесах кто-нибудь может сказать на это аминь? это 100% да и аминь и меня не удовлетворяет просто раз в неделю прийти в церковь и не ме удовлетворява просто в однушу на седнице да ходи на церковь и просто пастор произносил какие-то странные слова я коротко скажу о себе что для меня воскресение я когда-то был очень плохим человек ну не специально конечно так получалось как-то вот апостол Павел так пишет не хочу делать злое и делаю апостол Павел пишет не иском доправил ложную но выправил послание к римлянам седьмая глава а хочу делать доброе иском доправить добрый ништяб и не делаю и не ги правя вот я был точно таким же человек вот не хотел я не иск побил кого-то там и избих но не иск так получилось потому что моя адамова природа она была сильнее меня и я ничего не мог с этим делать и апостол Павел воскресает кто избавит меня от всего тела смерти кой ще ме избави от това тяло на смерти бедный я человек аз съм беден човек и потом добавляет и добавля благодарю благодаря Господом Богом моим Иисусом Христом благодарение на моё Господь и Господь Христос съм свободен и смотрите Бог я думаю для меня это был просто как реально какой-то подарок и това за меня бил подарок потому что я пошёл в деканат когда учился в мединституте и сказал декану что я хочу уйти забрать документы с института потому что принял решение посвятить свою жизнь Богу меня уговорили сказали что ты идиот уговорили взять академ ну хорошо я сделаю как вы просите и всё-таки я закончил мединститут я в принципе как вот и Писание тоже говорит я не искал я не хотел быть пастырем потому что я видел жизнь пастырей ну меня лично это как-то так мало приезжало потому что все эти первые пастыра они у нас были полные таки ну добровольцы и първите пастыри са били добровольцы на своей полной инициативе на своята инициатива просто так не получая ни копейки не получавайки нищо никакви пари они просто служили Богу безвозмездно безвозмездно и приводили в те 90-е годы к Христу к Христу тысячи людей хиляди хора те са довеждали при Христос но через какое-то время Бог сделал меня пастырем след твремя Бог ме е направил пастырем через какое-то время я стал доктором потом открыл частный кабинет закончил еще один институт с отличием через какое-то время закончил еще один институт чуть позже закончил духовно семинария а че я сейчас говорю за какво говорим это как-то происходило естественно потому что я видел Божью руку Бог этого хотел Бог хотел меня сделать царем Бог искаше да ме направи цар и священник и он сделал это сегодня я являюсь профессором хотя раньше я об этом даже и не мечтал но преди дори не все мечтали за това и сегодня я являюсь региональным епископом и сега съм регионален епископ я хочу сказать добился ли я это какими-то невероятными человеческими усилиями дали това го достигна с своите невероятни човешки усилия но ще ви кажа че не просто Бог благодатча своей Бог чрез своя благодат я есмь сегодня то что я есмь и аз съм това което съем сега просто Бог ко мне так благоволил но знаете для меня это на сегодняшний день не награда и за мен това не е награда я сегодня скажу вот совсем свеже откровение которое получил на этой неделе вот евреи выходят из рабского состояния из Египта 40 лет идут по пустыне за Моисея и знаете вы все знаете эту историю первое поколение которое все вышли с Моисея что они никто из них не вошел в обитованное земля включительно Моисея а Моисея это тут при чем а Моисея как его направил Моисея верный Божий человек верен Божий человек кроткий дух человек праведен праведен человек по тем временам очень праведен человек хотя до этого пару человек успел убить сегодня мы бы считали его убийцей потому что Моисея убил двух египтян вот если бы узнали что в прошлой жизни что лет, 30 лет, как я уверовал, до этого я убивал людей. А сейчас я проповедую. Как бы вы ко мне относились? А, ну нормально. Как с чем-то это относится ко мне? Человек убил, там, ну, там, рецидивист, ну, сейчас он нормальный человек. Я думаю, что у вас все равно бы корежило, ну, в том плане, человек убивал. Ну, как-то с ним немножко жутковато, да. Но Моисей не вошел в обитованную землю. И я скажу последнюю мысль сегодня. А почему Моисей не вошел в обитованную землю? А последнее время об этом говорит. Потому что у него было что-то лучше. Я хочу сказать, что по большому счету от Моисея обитованная земля, она была не нужна. Она бы ему ничего не дала. Он как имел близкие отношения с Богом. Так бы имел и в обитованной земле. Или в горах, куда он просто ушел. И никто больше его никогда не видел. И когда он появился, Моисей? На горе преображения. Иисус идет на гору преображения. И кто там ему является? В преображенном виде. Ослепительные. Кто? Моисей? Моисей и там сопровождение. И второй Илья. Удивительно, правда? Твой удивительный Бог. У меня нет сомнений, что Моисей ушел прямо непосредственно к Богу. Я не могу сомнений, что Моисей ушел на правоком Бога, как Илья. Так же, как Енох. Понимаете? То есть, это Божий человек. Я могу так же о себе сегодня сказать. О том, что мне вот это вот, то, что я получил в Боге, оно мне ничего не дает сегодня. По большому счету. Оно не дает мне той благодати. Понимаете? Которую я имею, просто общаясь непосредственно с Богом через жертву Иисуса Христа. Все. Я уже закончил. Пусть Бог вас благословит обильно. Пусть это слово просто глубоко, глубоко, глубоко осядет в ваши сердца. Скажи сам себе, я не остановлюсь. Только на смерть. Я не остановлюсь на распятие Иисус Христа. Я даже не остановлюсь на воскрешение Иисус Христа. Я хочу возсесть там. На высоте у Бога. На височината при Бог. Куда даже ангелы не могут проникнуть. Так написано. Където дори ангелите не могут достичь. И хочу самое близкое общение иметь с Богом. И искам да имам най-близко общение с Богом. Через жертву Иисуса Христа. Через жертву на Иисус Христос. Будьте благословени. И сегодня мы, знаете, переходим к такому очень мощному служению, а у нас время еще, я очень хорошо сегодня уложился, у нас сегодня свидетельство одно, одна сестра, можно так сказать, на таком ресталище, она бежала, несколько человек бежала, мы выбрали несколько таких свидетельств, и среди них потом выбирали, и вот буквально на один шаг сестра обошла всех, пересекла финишную прямую, я сегодня хочу представить Дашу Недорубову.